так вот сюда да камон только что выставил опять предложение ребят всем привет я пытаюсь но вот только что выставил продать свои epics 2 и сегодня хотел сделать видео про epics не epics pro а про epics и почему я их продаю собственно на канале вы видели парочку видосов о получении первое мнение туда-сюда сколько они пару недель может у меня были и я в итоге их продаю и хотел показать своих часы которые на которых я остался в итоге опять следующее предложение залетело думаю они быстро очень улетят собственно на что перехожу нет я не что не перехожу я остаюсь на фениксах 5 плюс и здесь коротко по основным причинам но во-первых epics 2 это определенно в финансовом плане солиднейший апгрейд то есть мои 5 плюс актуально стоит ну в районе может 100 150 евро что такое на барахолке естественно не новые но чтобы перейти на новый функционал то есть что фениксов 7 что epics f2 нужно вложить ну на 300 400 евро больше и собственно здесь как я обсуждал в недавнем вело видео для меня был вопрос альтернативных издержек что стоит того что не стоит того и так далее и я его относительно рационально я считаю порешал собственно самая главная причина почему я расстаюсь с epics 2 и если бы даже у меня была про версия то расстался на это работа батареи собственно вы можете сказать что я избалован фениксом но факт остается фактом фактор зарядки для меня вообще не был таковым то есть я это меня вообще не волновало вот вы живете и у вас есть какие-то заботы и чем меньше этих забот тем лучше так вот фактор зарядки для в форме фениксов для меня никогда не было заботой ну да они когда-то кончались полностью и я такой думаю о окей давай заряжу и ну не знаю такой по раз может повторялось но я доводил часы до такого состояния ну один раз в месяц около того то есть реально очень редко где-то не то что телефон он постоянно каждый день особенно мой с довольно таки сильно деградированный батарей каждый день его нужно заряжать это определенно забота потому что в телефоне и связь я должен оставаться доступным и будильник с утра и так далее то есть это реально забота вот дополнительная забота форме часов но мне как бы в своей жизни нафиг не нужно и это то что из себя в итоге представляет эпикс серия в принципе вся кроме наверное 51 миллиметр модели там время работы от одной зарядки батареи в два раза около того чуть меньше чем у 47 миллиметров версии если речь идет еще меньше версии то там еще чаще нужно будет заряжать но в общем и целом в 51 миллиметр версии речь будет идти о одном заряде в течение где-то полторы недели что ну окей но сколько они стоят елки-палки 51 миллиметр доступны только в про версии и на бархолке они стоят актуально но в районе 800 евро что такое и серьезно я не получил от них лучше батарею чем в моих старейших феникс 5 плюс дополнительный функционал для меня тоже не особо будет чего-то стоить собственно к дополнительному функционалу вот первая основная причина это батарея думайте что хотите но реально это было для меня заботы то есть я поклонник always on display а.д. и в таком режиме часы недолго работают то есть в какой-то момент до меня дошло вот такая простая мысль есть простые часы механика кварц и так далее и они показывают время это основная и зачастую единственная функция стандартных обычных часов и на эти часы я смотрю на обычные и они буквально всегда показывают время никакого промедления всегда показывают время в случае с любыми smart watch me и apix в том числе если вы настроите не always on display то вам нужно будет повернуть руку и будет промедление милисекунды там они хорошо реагируют на движение кисти на но миллисекунды а если ты не будешь двигать кистью то они не загорятся и не покажут время и это хоть на миллисекунду хоть на что но медленнее чем самые дешевые или самые стандартные обычные часы это самая важная функция часов для меня и эту функцию если часы не выполняют так как выполняет ее обычные часы то это для меня какой-то просто невероятный кринж вот сейчас в фениксах я смотрю на них вот с этого угла и вижу что опять что-то дошло какое-то предложение и я вижу сколько время вот в таком углу с такого угла я даже вижу время ну понятно что если я фронтально посмотрю это тоже увижу время в эпиксах и во всех вот этих что что люди мне писали у а у а в и вот этот джетти 4 3 там батарейка у меня держит неделю включите ауд always on display поставьте если или свяжите с айфоном согласно официальной странице согласно официальной информации два дня пик максимум в некоторых ситуациях если вы тренируетесь со всеми gps которые только могут быть то реально будет один раз в день нужно будет их заряжать то есть ну чтобы во второй день они в какой-то рандомный период времени опять как это рандомный период времени не отключились и это просто невероятное палево для меня окей теперь разобрались вот эта функция показывание часов а если я хочу включить always on display тогда батарею жрет просто невероятно об этом можно было узнать до покупки согласен справедливо но почувствовать это и статистике ну по крайне для меня не получилось когда я сам их носил когда чувствовал что блин через два дня там через три через два больше уже 50 процентов палево какое-то нужно заряжать заботы нафиг меня нужно еще за такие деньги второй момент это супер классный сочный мощный дисплей нужен ли он мне в итоге по прошествии вот нескольких недель нафиг не сдался окей то есть да он крутой по качеству реально цвета и вот это все глоток свежего воздуха об этом я уже говорил это факт но батарея еще не там время работы не там и расплачиваться заботами вот в обмен на супер дисплей ну для меня было вообще не вариантом для кого-то такой дисплей действительно играет большую роль для меня по итогу могу сказать что нет вот этот стандартный дисплей феникс 5 плюс это даже не mip топчик то есть я вижу отлично сколько сейчас время вот watch фейсов сколько там можно было менять в этих эпиксах самый обычный watch face в 5 плюс окей здесь не так много статистики всякой но а показывает на ура просто на ура и этого ну просто за глаза окей основные причины вы в итоге услышали еще раз скажу на всякий случай это время работы от одного заряда батареи очень мелкая если включить аод без аодэ это часы которые хуже чем самые дешевые самые обычные часы дисплей очень крутой но по итогу он нафиг не сдался потому что у всех наверное есть телефон и если хотите посмотреть сообщение такие важные если вы хотите посмотреть там не знаю что то для этого всего есть большой или побольше гораздо экран телефона я реально люди писали что вот использую часы чтобы отвечать на сообщение серьезно если сообщение настолько важно то возьми же телефон возьми же полную клавиатуру если там нужно что-то переслать картинку гифку или черт знает что все это можно с телефоном сделать если хотите что-то загуглить на там кто-нибудь говорит что например сахар это вообще химия это яд вы гуглите в химическую формулу сахара узнаете что это глюкоза и фруктоза и сахар равно сахар то же самое что в яблоке или в шоколадке какой-нибудь или в шипучке сахар равно сахар вы присылаете статью тому кто вот не верил соответственно все это возможно только с телефоном и теперь коротко о тех функций которые невозможны технически с моими старыми часами и нужны ли эти функции в итоге мне потому что я в итоге от них отказываюсь ну здесь конечно первая функция который я вспоминаю это hrv то есть я по этому поводу уже делал отдельное видео просто набери влуп fh oop в поиске на канале обязательно увидишь видео там я со всеми исследованиями прочими сделал видосик по вуп и соответственно по его единственному скажем так показателю это hrv и тому насколько этот показатель ну вообще имеет смысл да как ориентир грубый если вы 24 на 7 носите часы то вполне себе можно использовать но как грубый ориентир за грубый ориентир платить опять-таки столько здесь альтернативные издержки на потом и кг в про версии только возможен нужен ли мне до сих пор нафиг не сдался функция предложки какой-то тренировки согласно твоему статусу последних тренировок я уже ее обсуждал она ужасно она примитивна и она вообще не мотивирует делать ее вот и поэтому я собственно и продаю свои epics 2 это было все на сегодня я остаюсь своих garmin феникс 5 плюс конечно был бы не против 7 там 7 pro и прочее просто был бы не против но за цены которые сейчас пока еще держится вот этот апгрейд он для меня но того не стоит я вы знаете камеру давно хочу купить action и вот сколько даст мне action камера по сравнению с покупкой часов но это вообще несравнимые вещи окей спасибо за внимание дай мне знать в комментариях что ты думаешь по поводу моего выбора и какой опыт ты возможно сделал сам при покупке спортивных часов фитнес трекеров или в принципе часов все в комментариях спасибо да да